Роскомнадзор имеет все законные основания для блокировки российского мессенджера Телеграм, а решение Таганского московского суда лишь подтвердило правомерность действий Роскомнадзора. Но представители Телеграма с блокировкой не согласны. Именно с этого момента началась так называемая гражданская интернет-война. Скорее всего, благодаря вандализму Роскомнадзора, я не знаю, как это еще назвать, попытки разрушить сеть, скорее всего, в течение дня будут отваливаться и другие сервисы, однако сам Телеграм не пострадает. Пока, несмотря на все усилия Роскомнадзора, мессенджер все равно работает. С самого начала Роскомнадзор предполагал, что для доступа к мессенджеру будут использоваться анонимайзеры, которые в России запрещены. Но Павел Дуров ввел в Телеграм встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют никаких действий от пользователей. Обход блокировки основан на дублировании данных Телеграм на сторонних общедоступных серверах. Телеграм выбрал такую тактику, они берут, арендуют другие IP-адреса, и компании, у которых они арендуют, присылают пуш-уведомления с пользователями Телеграм, и тем самым они переходят на новые IP-адреса. Аренда вот этих IP-адресов, она превысит какой-то порог, то они, наверное, будут другие вещи, будут, скажем, использовать уже прокси-серверы, VPN, Тор и так далее, пришивать по списку. Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса. 17 апреля их число достигло почти 16 миллионов, основная часть которых принадлежит компании Амазон и Гугл. Проблема заключается в том, что в результате блокировок IP-адресов многие легитимные сервисы перестали функционировать. Под удар попали другие мессенджеры, почтовые клиенты, игровые сервисы, социальные сети, интернет-магазины и многие сайты. В России технически сложно заблокировать Телеграм. Во-первых, интернет-пространство нашей страны открыто и является частью глобального интернета. Во-вторых, в России нет фаервола, как, например, в Китае. Некоторые СМИ приняли позицию, что Павел Дуров бросил вызов и победил. Надо полагать, что такая ситуация вынуждает государство в лице Роскомнадзору идти до конца. Интернет-газета «Взгляд» считает, что ошибкой Александра Жарова, руководителя Роскомнадзора, стало то, что не было озвучено. Речь идет не о полной блокировке, а лишь о затруднении доступа к мессенджеру, о создании максимально возможных препятствий для его функционирования. К тому же есть информация, что основной причиной действия государства стало введение Дуровым собственной криптовалюты, которую, по мнению силовых структур, можно использовать для продажи наркотиков и поддержки экстремистов. Надо отметить не очень хорошую работу Роскомнадзора не только в IT-сфере, но и в общении со средствами массовой информации. Олег Кашин, Универньюс.